У кого-то есть привычка звонить? Я тут с полным ртом сижу, разговариваю. Разговаривать по телефону с полным ртом. Прошу прощения. Я вот не вовремя засунул. Я еду в рот. Ну что, поехали. Давайте посмотрим, где мы остановились. Мы в самом центре обсуждения. Две недели мы с вами общались, но приношу извинения. Пришлось поменять расписание. И учитель также преподавал в то самое время. И пришлось отменить занятия. И одновременно мы в одной и той же аудитории. Поэтому пришлось отменить. Так что прошу прощения, что так получилось. Я знаю, что вы так ждали с нетерпением. Умирали. И вы, наверное, потом плакали, сидели целую неделю. Поэтому извиняюсь. Итак, мы в середине обсуждения. Что делать в медитации? Когда у нас проблемы? Итак, вы медитируете какое-то определенное время. И вроде бы как можете удерживать объект в определенный период времени. Разумное. Ну, не знаю, как разумное. Это для каждого из вас свое разумное. Потом вы начинаете отслеживать качество вашего ума. Вы начинаете изучать. Такие, ага, у меня притупленность. Привет. Или у меня возбужденность. Возбуждение. Может быть, в медитации идет все хорошо. Но я все-таки проверяю. Может, у меня тонкая притупленность. Может быть, она намного тоньше, чем я думал. И все вот эти вещи, вы начинаете развивать вот эту способность признавать состояние, всебудешнее состояние ума. Что сегодня происходит в моем уме. И каждый день будет по-разному. Качество вашего ума будет по-разному. Если вы медитируете достаточно долго, вы уже понимаете, что каждый день он все время разный. Вы спали по-другому, ели по-другому, настроение у вас другое. Вы ели другую еду, и вы вообще другой человек. И у вас разные сегодня какие-то другие проблемы. И тогда вы познаете себя по-новому. И вы просыпаетесь, чистите зубы. Может быть, пьете стаканчик воды или чая. И следите с медитацией. И вы можете сразу сказать, как пойдет медитация. Даже по состоянию, как вы просыпаетесь. Я вот, например, утром проснулся. Будильник даже, по-моему, не прозвонил. А я так глубоко спал. Потом я проснулся вовремя. И вышел, встал с кровати, делал все, что я делаю, подготовился к занятию. И я уже понимал, так, сегодня будут такие ощущения. В другое утро, например, я встаю, дремлю немножечко. И всегда я спрашиваю себя, смогу ли я все сделать, и еще подготовиться, там, принять душ, голову высушить, все установить, все программы, все... Ой, надо кофе сварить, надо кошку вывести, надо кошку покормить. То есть сколько на всего мне нужно времени, и потом я начинаю себя, могу поспать чуть-чуть больше, или наоборот, мне там остается совсем впритык времени. И вы вот получаете вот это ощущение, когда вы садитесь в медитацию, вы говорите, да, сегодня будет такой день, очень занятый, суеточный, и вы начинаете считать. И когда вы доходите до десяти, когда доходите до второго счета, и вы такие, вы начинаете вспоминать всех вчерашних мудаков, которые вам пришли. Надо научить такую медитацию. Медитация – обзор всех мудил, которые есть в моей жизни. И вы знаете, что произойдет, и что мы с вами здесь учим. Мы пытаемся распознать вот эти состояния ума, каковы эти состояния ума, каковы вот эти качества, которые будут у нас, и как они меняются с медитацией. Вы можете, значит, у вас медитация, мы думаем про всех мудаков в мире, потом вы подышали немножко, прана сместилась, и потом вы уже не забыли про всех этих мудаков, и вы такие упали, и у вас такое классное-классное состояние медитации. А потом вы признаете, все хорошо, все круто. Так, что-то слишком притупленность большая, надо что-то сделать, пробудиться, а то я сейчас усну. Так, уже про мудаков я подумал, потом я заснул, и буквально за две минуты у меня вот были два вот этих крутых состояния медитации. Когда мы засыпаем, нам кажется, что мы медитируем, и вдруг мы такие, опа, проснулись. Мы такие, «Ох, боже, я медитирую, так, окей, все хорошо, все хорошо». Вы вроде бы чуть-чуть сдвинулись, а у вас была такая прям шоковая волна, как будто вы пробудились ото сна. И вы такие думаем, «Боже, боже, что за медитация сегодня?» Так что мы учимся признавать эти вещи, вот чем вы с нами занимаетесь. Не судите о них. Мы начинаем, мы и так достаточно себя судим, критикуем, просто оцените. «Так, сегодня у меня сонливое. Почему у меня такое сонливое состояние, Тим? Ты вчера поздно ночью ехал за рулем, вроде все было хорошо, спокойно, 6.30, и думал, что будет спокойно, ужин у тебя, а потом вдруг ты понял, что уже там вторник вечер, и ты понимаешь, «О, блин, завтра у меня занятие, нужно подготовиться к занятию». И ты приезжаешь домой, и кто-то напоминает тебе, что нужно поговорить о программе в Киото в декабре, и нужно прийти на эту встречу, и ты час проводишь, а ты еще не поужинал. И уже 8.30, и такое нужно к занятию готовиться. И получается, что придется встать попозже, и вы встаете попозже, и, соответственно, засыпаете медитацию. И почему я проснулся? «Да, потому что я поздно лег спать». Итак, что мы делаем? Пабонка говорит, «Если у вас слишком много притупленности или слишком много возбуждения, что вы делаете для того, чтобы скорректировать, каковы решения этих проблем?» Наверное, вы в медитации, и очевидна притупленность, это когда вы вот так вот, тело просто начинает трястись, чтобы пробудиться. И, например, очевидно, вы там, вы очевидно перебираетесь всех этих вчерашних придурков, или каждого человека, который раздражал вас каким-то образом, и вы исцелитесь на них, и вы просто «это придурок, это придурок, это придурок, это придурок». Это очевидные проблемы в медитации. Много придурков. Очевидные вещи, которые необходимо сделать, чтобы подкорректировать их. Ладно, вчера было мало придурков, не было так много, вроде бы выспались хорошо, хорошенько, и теперь бы вот в этой области или в таком месте нужно все равно свериться, слишком ли притупленное состояние, или слишком я возбужден, энергии недостаточно на хорошем уровне, или слишком она зашкаливает. И это вот о чем речь идет в тексте. И мы остановились на длинном-длинном обсуждении тонкой притупленности. И мы говорили, что тонкая притупленность это одна из самых-самых больших и сложных проблем медитации, потому что ощущения хорошие, и кажется, что вы хорошо медитируете, но у вас нету достаточной интенсивности, яркости объекта, у вас нету вот этого ангара, то есть у вас есть фиксация, у вас есть ясность, но нет вот этого, как бы, да, достаточно силы, интенсивности. И мы завершили с вами обсуждение на том, что если вы усиливаете силу вот этого ангара, усиливаете вашу интенсивность, то тогда вы сразу перескакиваете в возбужденное состояние, попадаете в возбужденное состояние. Вот где мы с вами остановились. Давайте начнем со следующего, со следующим стихом. И Мария, Мария будет читать. Мария. Where is this? Is this the correct one? Yes. Nope. We see the whole screen. I know. Так, да, мы видим весь экран. Понятно, я уже понял это. Why? There we go. Вот сейчас. Alright. Мария. Can you read 1.38, please? 1, 3, 8. 1, 3, 8. More of a T. Like a little, slightly, it's not nasal, but it's more like a German umlaut. Здесь непредназальный звук такой, T, немецкий больше. It's these words together. Downjor, they go together. Это вместе. Downjor надо произносить. Вот здесь. Вот здесь. L и N появляются предназами. Downjor. 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 Come. Chuk-sung-gi. There's a lot more going on here. There's a lot more going on here. There's a lot more going on here. Ah. Come. Nice. Chuk-sung-gi-yum-ten-dang. She-nie-ten-pe. Pan-yu. Tu- Pen-yu. Pen-yu. Pe-yum. Pen-yu. Pen-yu. Tu-pa-dang. Chang-shu-b-ki. Sem-ki. Pan-yu. So-k. Sam-te. Sem. She-k. Tu-pa-dang. Nice. Sheng-te. Sheng-te. Tu-pa-dang. Okay. Здорово. Хорошо. И теперь Пабон Каримпачей говорит декьян-ма-сауна, если это не помогает решению нашей проблемы, если это не решает проблему, что нам делать? Мы должны отпустить объект, на котором мы медитируем, и мы должны сделать что-то, чтобы поднять наше состояние, вдохновить себя. То есть в предыдущей версии мы говорили о том, как наоборот, усилить напряжение и отпустить его, как усилить интенсивность или наоборот уменьшить ее, когда мы, например, добавляем напряжение, чуть-чуть немножечко газу даем в машине, да, давим на педаль газу, или наоборот убираем с педали газа, немножечко, вы все еще на объекте, и вы делаете вот эти тонкие-тонкие изменения с помощью, делаете небольшие изменения, интенсивности слишком много, слишком мало, и вы проверяете. И мы говорили, что можно сделать объект больше, или наоборот, сузить его, или убрать его подальше, или, наоборот, приблизить, что работает для вас, какой образ работает, подать газку, или наоборот, отпустить его, да, сбавить скорость. Если вы когда-нибудь ездили на Тесла, она просто сама начинает тормозить, когда вы убираете ногу с газа, она так потихонечку, потихонечку притормаживает. То есть вы вот постоянно делаете больше-меньше, больше-меньше пытаетесь найти вот этот вот момент, да, идеальный баланс саматии. Если это не работает, то есть все это не сработало, и, конечно же, вы поймете, когда будете это практиковать, значит, нужно что-то сделать, shame to, отпускаем немножечко, отпускаем объект, и делаем что-то, чтобы немножечко осветить ум, да, не знаю, подумать о том, о чем-то, что делает этот ум нашим счастливым. О чем мы можем подумать, что делает наш счастливым? Дэнджор. Давайте сделаем дэнджор. Дэнджор. Это означает, да, духовная досуга удача. Мы вспоминаем, что у нас есть возможность вообще медитировать, что мы сидим в медитации, мы находимся, мы медитируем, мы сидим на подушке для медитации, и это благословение, что у вас вообще есть в принципе время, и такой образ жизни медитировать. И нам повезло, чертовски повезло, потому что у большинства людей нет такой возможности, у большинства людей нету даже такого образа жизни, когда они думают, могут думать по медитации, они думают, что вы какой-то безумец, или завидуют вам, или еще что-то, потому что у них нет такой способности в их жизни, а у вас есть дэнджор, у вас есть такая возможность. И вы должны порадоваться этому. О чем еще можно порадоваться или испытать счастье? Как сложно обрести эту жизнь в полной доступке и удаче? Это Ламрима. Это Шаги Ламрима. Мы с вами в Ламриме, чтобы вы понимали. Чтобы мы получили такую жизнь, что у нас есть такая возможность, и вы должны подумать, ничего себе сложно обрести такую жизнь. То есть карма, создать такую жизнь, в которой есть возможность вообще практиковать и сидеть в медитации. И это на самом деле должно вас порадовать, не знаю, может быть и нет, но это должно вдохновить вас и осветить ваш ум таким-то образом. Говорят, что даже родиться человеческим существом, это очень-очень сложно появиться в этом мире, где мы находимся. Даже надежда, даже надежда на то, чтобы у вас были вот эти духовные высокие удачи. Вы должны родиться в качестве человеческого существа, а потом у вас также должны быть вот эти досуги и удачи, чтобы вы могли получить это. Еще у вас вот есть преимущества трех добродетель, трех драгоценностей. Что еще, о чем еще мы можем подумать в такие моменты? Преимущества... Пен Йон — это преимущества того, чтобы верили в себя высокому духовному учителю. Шен Йен — духовный друг, да, здесь имеется в виду. Это тоже можно назвать... Да, вы можете назвать это возможностями и ресурсами. То же самое, да. То есть вы все время думаете о каких-то хороших вещах. Сами учения, которые есть, что вы вообще имеете возможность слышать эти учения. Ну, не знаю, самые величайшие достижения... Чанг Чуб Кисем — это желание прийти к просветлению. И так далее, другие вещи, и другие вещи. Вот вы должны думать все... Это шаги, шаги лаври, да, которые мы проходим уже столько много лет. Вы должны думать о всех этих вещах, о всех этих возможностях. Даже вот мы сидим и размышляем об этом, это уже хорошо. Поэтому прекратите вот это нытье, что у вас возбужденном, притупленном. Прекратите хныкать, что у вас притупленное состояние ума. И даже тот факт, что вы признали, что у вас притупленность, это уже дэлнджор. Просто закройте рот и радуйтесь. И не переживайте. И это должно вернуть ваше сердце в такое более возбужденное, яркое состояние. Ваш ум, энергия должна подняться. То есть вы как будто бы вытащили себя из этой притупленности. И это вид притупленности, которая, может быть, не сильно нужно вам прибавить, вот эту интенсивность, может, что-то другое. Но это то, что вы можете, чтобы увеличить вот эту интенсивность, отпустить немножечко объект и подумать, как здорово, что вы на 99% близки к самадхе. Я настолько близок к самадхе. Практически уже там нужно просто немножечко интенсивности. Дэлнджор. Как здорово, что у меня есть возможность вообще сидеть. Я не теряю свои возможности и удачи. Я не теряю, не растрачиваю все время на пустую, на какие-то бездарные глупые вещи, потому что я уже нахожусь на подушке для медитации. К самадхе и удачи, которые есть у меня, потому что я могу, например, не медитировать, расслабляться, сидеть. Или я выбрал это, но мне нужно просто немножечко добавить интенсивности. И вот почему медитация на Лам Рим. Есть связь между тем, когда мы учим все эти шаги пути, шаги Лам Рима, и когда мы добираемся до этого места, и тогда мы можем назвать это осознанием. Мы говорим, вау, у нас есть действительно эти духовные досуги и удачи, или эта жизнь протекает быстро, нужно куда-то добраться со всеми людьми. Давай немножко подбавим газку. Сделаем это сочнее. И вы можете подумать о трех драгоценностях, не знаю, если вы реагируете эмоционально, если думаете о трех драгоценностях, ну, наверное, на это понадобится больше времени, чтобы они вызывали у вас такие эмоции. Например, эмоции, когда вы рядом со своим учителем, или наоборот, о возможности, что у вас будет учитель, или как насчет того, что бодхичи-то у вас, или, например, сами эти учения, и так далее, и так далее, и так далее. Хорошо. Что дальше он говорит? Давайте Анастасию попросим прочитать. Нан Вэй Цэй Ма Йи Ла Чэ Па Данг Тон Вэй Ни Па Сок Кун. Хорошо. Что еще вы можете сделать? Это список всех тех вещей, которые вы можете попробовать, когда медитацию нужно немножечко приподнять, когда нужно добавить немножечко, дать сачку. Вы можете представить какие-то яркие-яркие светящиеся образы, на английском языке, представить их в своем уме. Не знаю, какие светящиеся образы. Подумайте о каких-то красивых вещах. Подумайте о вещах, которые делают нас счастливыми. Не просто духовные досуки удачи, а может быть, что, не знаю, что радовало меня. А я смотрел, как кошки мои бегали и прыгали отчасти на улице, потому что они наслаждались. Кошки были на улице, бегали и радовались жизни. И я такой сидел и подумал, им нравится тут. Надеюсь, они не будут сбиться на меня, если я перееду в новый дом. Им нравится этот дом. Они были расслаблены, наслаждались жизнью. И вот этот вот образ моих кошек, которые наслаждаются жизнью, добавило, может быть, энергии к моей медитации. Просто подумайте о хороших вещах. Или подумайте о вещах, таких как вещами, которыми нам нравится делиться с другими людьми. Получаете ли вы удовольствие, когда, например, к вам приходят друзья, и вы готовите ужин? Или, например, наслаждаетесь ли вы, когда пьете кофе с друзьями? Или вот такие какие-то маленькие радости. Какие вещи, какими вещами вы любите делиться с другими людьми? Вы, например, классный тихий вечер проводите с своим партнером, смотрите на закат, сидите на пляже с друзьями, что бы ни было, что бы это ни было. Постоянно думайте о том, что уникально для вас, и то, что делает вас счастливым, и то, что поднимает вам настроение. Я хочу поделиться этим опытом со своими друзьями. Или мне нравится, когда мои кошки довольны и наслаждаются своей жизнью. И, может быть, ваши дети будут источником вашей радости. Все, все, вот это возможно. Об этих вещах. И делайте это уникальным. Обратите внимание, почему почти не говорите, что это за вещи. Потому что ваша жизнь, если для вас уникальна, ваша культура, то, что приносит вам радость, это уникально для вас лично. Маленькие-маленькие вещи, которые приносит вам радость. Хорошо. Кто будет нам читать дальше? Джеки. 140. Да, прям хорошо. Прогресс такой в чтении. Отличная работа. Итак, медитации подобно этим. Медитации подобно этим. Они могут вернуть... Да, они могут вернуть вам медитационный объект, когда вы усиливаете вот этот момент и просто освежаете Нар-Сангта. Нар-Сангта. Они могут усилить момент по мере продвижения медитации. Вы можете потерять поток самой медитации. Все было хорошо, а потом вот такое просто... Не знаю, вам стало скучно. Когда вы едете по хайвей, спускаетесь с холма и убираете ногу с педали и машина потом уже к концу. Машина уже начинает подниматься вверх, а вы забыли нажать на газ, чтобы она поехала, а вы просто наслаждаетесь там природой, смотрите в окно. И потом машина начинает замедляться немножечко и перед тем, как вы заметили. Для меня это такой хороший момент, как раз вот этот момент, когда вы обратили внимание, что машина замедлилась и уже поздно, потому что вам нужно быстренько залезть, забраться на холм. то есть мы постоянно навигируем нашу машину, управляем и делаем вот эти маленькие корректировочки скорости. Иногда вот круз-контроль в машине, это когда мы машина, например, спереди, которая едет, она замедляется и ваша машина замедляется, и вам даже не нужно обращать внимание на это, потому что у машины есть вот эта способность, она сама корректирует, нужно ей ускориться или наоборот замедлиться вместе с трафиком, с другим движением. И вот это наша медитация тоже самое. Либо мы ускоряемся, либо мы замедляемся. И вот вы ловите вот этот момент, когда ваша машина замедляется, и когда вы понимаете, да, что вы замедляетесь, вы начинаете, вы понимаете, что вам нужно теперь ускориться, вернуть ту прежнюю скорость. 141, кто следующий? Лаура Бордера. Лаура Бордера. А мы ничего не слышим? Мы не слышим. Она притворяется, что у нее микрофон не работает. А вот теперь ты появилась. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok 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 Это то, что делает Лам minors Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Кто у нас появился? Давайте? Наталия Пашютина Наталия Пашютина отец 42 Японцы, нiels Субтитры делал DimaTorzok Хорошо. Здорово. И теперь Пабонгка такой немножко поотчаивается. А если и это не сработает? Если все еще это не срабатывает, и вы не можете остановить свою притупленность, тогда нужно применить радикальные методы. Если все это не сработало, тогда вот еще что вы можете попробовать. Мингар в вашем сердце. Свет. Постарайтесь увидеть такой шар яркого-яркого света в вашем сердце. И потом издайте звук какой-нибудь. Издайте звук. Такой, например, очень... Который пробуждает этот звук. Если ничего это не сработало, и Пабонгка говорит, ну хорошо, представьте огромный шар света в вашем сердце, и выкрикните Пэт. И увидите, как этот свет перемещается на макушку вашей головы. И потом улетает, поднимается в небо и растворяется в небе. Небольшой такой шар белого света, вы говорите Пэт. И вот этот вот свет, он выскакивает из макушки вашей головы, летит в небо и смешивается с небом, с лягцами, с небом, с звездами. Что за Пэт? Что это такое выражение? Это то, как вы произносите Пэт. Это звук, который вы издаете. Это такой вот радикальный метод. Что означает? Это означает... Означает много чего, но в данном случае это просто такой вот эмоциональный выражение такого звука. Пэт, не знаю. Можете зарычать, не знаю. Можете закричать. Короче, издайте какой-нибудь ваш любимый звук или шум, который обычно вы не делаете в присутствии других людей. Не орите. Вы, пожалуйста, не делайте этого, когда в своей комнате медитации, пока ваша семья ждет, когда вы вернетесь на завтрак. Видимо, есть сила в этом слове, вы узнаете это в высоких учениях об этом. Да, это такие радикальные меры. Можно начать с того, что вы визуализируете вот этот шар света, и как он, может быть, поднимается вверх из макушки вашей головы и покрывает все небо. Если это не работает, тогда уже можно добавить звук какой-нибудь. Попробуйте пошагово. Так, 143. Что у нас будет читать? Джулия, 143, пожалуйста. Конечно, ew. М-м-м. М-м. 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 М-м-кә. М-м-кә. Отличная работа, Джулия, вы большая молодец. Итак, вы увидели вот этот свет, намка, это в небесах, и вы видите, как он просто растворяется, он становится одним, соединяется с небом. Вы продолжаете это делать снова, снова, снова и снова, пока, сколько нужно, сколько необходимо. Просто продолжайте для того, чтобы вы смогли пробудиться, проснуться. Хорошо. Что еще? Майк Хоффман. Субтитры делал DimaTorzok. Хорошо. Помога еще не закончил. Он говорит, если все еще приток, и если и это не сработает, нужно записать это все. Если это не работает, если это не работает, если это не работает. У вас, вам придется... Вам придется... Просто нужно остановить медитацию. Вам нужно сделать перерыв. Завершите медитацию и найдите другой способ, любой другой способ для того, чтобы рассеять тьму или вот эту тяжесть. Мукпа. Мукпа. Или сонливость. Попороть сонливость. Или ментальное... Какое-то ментальное омрачение. Все, что у вас... Ментальный мрак. Вы говорите, так, послушай, с этот перебор... Все, я не могу. Вы поднимаете свой белый флаг. Машите. Говорите, все, сдаюсь. Все, готово. Хватит уже с этой медитации. Что еще мы можем сделать? Он на самом деле не предлагает... Он не предлагает одну вещь, которую я добавлю. Он говорит, возможно, идите прогуляйтесь. Куда-нибудь. Пойдите. И поднимитесь на... Дрошину горы. Чтобы был вот такой широкий кругозор. Идите, поговорите, сообщайтесь. Да, вот он здесь говорит. Помойте лицо холодного долга. И так далее. И вот это... Что еще можно сделать? Да. Прохлада вас пробудит. Идите прогуляйтесь. Поднимитесь вверх. Сделайте какую-нибудь зарядку. И вот это вот... И так далее, и так далее, и так далее. Не знаю. Вдремните. Поспите немножечко. Вдремните. И вы обучаетесь всем этим вещам в ретрите. Иногда нужно просто поспать. Я делал четырехдневный ретрит в эти выходные. И второй день у меня была медитация. Завтрак. Сон. Обед. Медитация. Потом я немножечко вздремнул. Пошел. Прогулялся. Ответ снова вздремнул. Немножечко помедитировал. Снова поспал. Поужинал. И влек спать уже ночью. И это был весь мой день. Мое тело просто сказало мне, я хочу спать целый день. Ну ладно. Окей. Дайте телу то, что ему нужно. Вздремните. Отдохните. Хэштег. И идите, ложитесь спать. Это то, что Пабонг сказал бы в 2024 году. Он сказал бы. И так далее. Хэштег. Идите, отдохните. В конце концов. Если у вас притуплено, то вы должны возбудить, пробудить свое. Просто, может быть, вам нужно поспать. Лягте на диванчик и поспите. Это такие вот радикальные меры крайности в данном случае. 145. Марина. Хорошо. И как только вы сделали это. Как только вы освободились, санг, санг, что за слово, которое связано с ним? Однокоренное, санге. Будда, пробуждение. Как только вы освободились и проделали все эти вещи, включая сон, тогда вы можете снова вернуться к самому объекту для медитации. Он дал нам целый список радикальных мер, потому что мы перемещаемся от тонкой притупленности вплоть до к очевидной притупленности, к которой мы просто заступаем. И он дал нам весь-весь-весь список. Запишите его рядом с подушкой медитации. И такой, так, что мне надо подглядывать на весь этот список, подсматривать. И теперь мы с вами перемещаемся, переходим на противоположную противоположность. Мы будем говорить о... Мы вроде бы как справились с тонкой притупленностью, вплоть до того, чтобы мы не захрапели в процессе медитации. И теперь мы говорим о тонкой и очевидной возбужденности, когда... То, что я назвал медитация про мудаков, да? Ничего... То есть вы ни о чем не можете думать, только думайте о всех вот этих проблемах, которые были вчера. Итак, 146, группа травмо, тонкое возбуждение. Кто будет читать? Ребята, вы что прячетесь? Камеры выключили. Переводчики не в счет. Вы никогда не научитесь, не будете пробовать Людмила. Продолжение следует... Продолжение следует... Чей, nice, good job. Хорошо. Сейчас еще одно слово. Гопа травмо ни... Тонкое беспокойство. Это... Когда ум отвлекается... Немножечко... Семьянгпа... Но вы не потеряли объект. Миктэма шоруа. Миктэма шоруа. Тонкое беспокойство. Это похоже на то, что... Как бы такое жужжание, можно сказать. Шум... Не знаю, как бы... Как будто такое вот... Статическая электричество. Помните, когда вы трете шариком, и волос вообще поднимается немножко от электри... Статическое электричество. Немножечко, прям совсем чуть-чуть вы отвлекаетесь. Но вы не потеряли объект пока еще. С этого состояния... Те Чжунггва... Это становится проблемой, потому что вы слишком напрягли свой ум. Вы были в тонкой притупленности, и вы слишком сильно добавили энергию. Усилили концентрацию, да? Может быть, вы слишком сильно подумали долго о кошках. Так, а мои кошки, они там так кайфовали. Хочу пойти погладить их. Не знаю. Может, у вас... Вы не испытываете такого... Таких ощущений. Я прям иногда прям кайфую. Мне хочется потискать их у кошек. Это самое ужасное время, когда тебе хочется погладить кошку, потому что они удирают от тебя и начинают тебя царапать. Итак, вы просто слишком усилили концентрацию, переборщили, и тогда у вас уже появилось совершенно другое ощущение. Как будто вот такое статическое электричество, и ваши волосы торчат, приподнимаются вверх. У вас пока нету таких вот мурашек, кожа не покрылась мурашками, но практически вы близки к этому. Так, что нужно сделать? Чунг сэ лопа. Нужно немножечко ослабить концентрацию. Совсем чуть-чуть. Чунг сэ. Совсем чуточек. Вы слишком усилили ее концентрацию, и вам нужно... Вы слишком, вы переборщили, то есть вы перегнули планку, как будто вы включили свет. Солнце вроде уже садится, и вам хочется, чтобы в комнате было посветлее, а вы включили слишком яркий свет, и вы такой, ой, мне не нравится, и вы снова его выключаете. Предвосхищающий перевод. Что произойдет? Что мы услышим дальше? Да, возбуждение. Если это не поможет... Да, подумайте о грустных вещах. Он говорит... Итак, как только вы обратили внимание на беспокойство, то немножко ослабьте концентрацию. Если все еще возбуждение продолжается, возбуждение, беспокойство не означает, что вы раздражены, а просто добавляется больше энергии в ваше состояние ума. Если это не сработало, и вы все равно все еще беспокоитесь, у вас все еще возбуждение, и вы отвлекаетесь... Давайте прочтем. Никто не хочет. Никто не хочет. Намек никто не понял. Камеру не включили. Барбара, Барбара. Барбара, вы можете прочесть 147? Спасибо. 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 Для Preятных языков. Нет, это должно быть много с. Мед vient. Ага, язык... Киво. Это же же очень большие слова. Киво. П degradайте обоцизи. Киво. Но если не слушайте а Sid. шепар ми я. И это когда Пабонка Римпенче начинает говорить про кошек. Он говорит, если это не помогло, и вы все еще отвлекаетесь, тогда что произойдет, это то, что вы теперь, ваше беспокойство Джунг Ква становится более очевидным, принимает более очевидную, более грубую форму беспокойства. Почему это произошло? Потому что вы сделали своим слишком счастливым. Слишком много вы думали про кошек. Вы слишком счастливы. Вы думали о кошках слишком много. Вы думали о своих детях слишком много. То есть о всех тех вещах, которые делали вы счастливыми. Не знаю, о мороженом, о мороженом, мятном мороженом. Но если я думаю слишком много, то я теряю свою медитацию. Поэтому нужно быть очень-очень осторожным. Ни джа, чтобы не перерадоваться, чтобы не слишком радоваться. Слишком воодушевляйтесь кошками или собаками. О чем вы там думали? Можете радоваться после медитации, если вас это очень вдохновляет. Но не делайте это в медитации. Не слишком воодушевляйтесь в медитации, чтобы вы потеряете полностью объект, если вы будете думать о каких-то очень веселых, хороших вещах. Вы потеряете ваш объект. 148. Кто не читал еще? Наталья. Наталья. Захорвико. Something like that. Захорвико. Не знаю вашу фамилию. Давайте. 148. Наталья. Захорвико. Не знаю вашу фамилию. Наталья. Захорвико. Не знаю вашу фамилию. Я не подготовил. Ну, сейчас вместе и поймем, о чем тут речь. Если вы слишком воодушевелись, если это перебор, если это чересчур, если слишком много счастья, то это может стать большой проблемой. Да, может вырасти большую проблему. Кюн Ду Гюр. И здесь у нас как будто бы история намечается. Вот здесь слово король. И мне кажется, его имя Сэ Санг может быть. Предполагаю, он не мог войти в поток. Означает, что он не увидел пустоту, не смог увидеть пустоту напрямую, потому что у него было слишком много радости. Слишком рад. Так сильно радовался, что не смог увидеть пустоту напрямую. Это правда весело. И я, может быть, здесь имеется в виду, не слишком счастлив был, а потому что было слишком много энергии в медитации, что он не мог фокусироваться. Я думаю, это имеется в виду. Так, здесь я попробую немножко поискать. История, мне кажется, может быть, это связано с Буддой. Может быть, отец Будды. Да, 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 отец Будды. Речь идет. Но я посмотрю, что это за история. В общем, он не смог увидеть пустоту напрямую, потому что слишком много было зинг у него в медитации. Не знал, как избавиться от этой проблемы. Так, давайте не будем терять время. У нас целых 20 секунд. Это будет сложно сделать, но давайте попробуем. Давайте, кто прочтет? Кристиан. Да, да, давайте читаем. ДИКАП ТУН, НИДРОЛВЕ, БУ, МА, МИНПО, ЛЕ, ГОТПЕ, МИТАК, ЛА, СОКПЕ, ИДЛА, ЧЕТПЕ, ШИ, ГОАРЧА. НЕДОРОВА, НЕДОРОВА, ХОРОШО. И так, в этой книге УМА НИНГПО, СУЩНОСТЬ СРЕДДЕННОГО ПУТИ, что-то... Мы не должны отказываться от медитации. Похоже на то, что было в предыдущих стихах. Мы пока еще не отказываемся от медитации. Как сказано в СУЩНОСТЬ СРЕДДЕННОГО ПУТИ, ШИ, ВАРЧА, ОТДОХНИТЕ. ГОПА, ГОПА, МИНПОСТЬ СРЕДДЕННОГО ПУТИ, МОЖНО ПРИОСТАНОВИТЬ, БЕСПОКОЙСТВА, ИЛИ ВОСПУЖДЕНИЕ С ПОМОЩЮ ПАР, КОГДА МЫ ПЕРЕКЛЮЧАЕМ СВОЙ УМ НА ТАКЕЕ ВЕЩИ, КАК НЕПОСТОЯНСТВА. И я думаю, это то, что говорила Мария. Когда мы немножко гасим нашу сущность срединного пути, говорить, что мы можем остановить наше беспокойство, ШИ, ВАРЧА, чтобы переключить вон на какие-то депрессивные вещи, такие как, например, непостоянство, отрезвляющие вещи. Все непостоянно, все меняется, все отношения заканчиваются, все новые машины уже не новые машины, все новые дома уже не новые дома, наше тело, и все в конце концов разрушится. Если есть слишком много энергии, сделайте то, что вас отрезвит, вернет на землю. И мы изучим больше техник на следующей неделе о том, как губу свою отрезвить и вернуть на место. Спасибо, это было клевое занятие, по крайней мере для меня. Спасибо большое переводчикам. Я пытаюсь смотреть за вами, чтобы у вас было времени. Иногда я не смотрю. Прошу прощения, спасибо всем, тех, кто записывал занятия. И увидимся с вами через неделю. Давайте попрощаемся. Всем пока, и увидимся на следующей неделе. Спасибо большое. Было легко переходить к новому городу. До свидания. Пока. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Have a nice day. Thank you. Thank you. All right. Ciao. Have a good day.